Продолжение следует... Узнать его мнение об этой ситуации более подробно. Добрый день, Николай Вячеславович. Наше сегодняшнее интервью мне бы хотелось начать со следующего вопроса. Действительно ли вы медведь и ожидаете Армагеддона? Я не ожидаю Армагеддона, я не являюсь медведем. Вообще мы не даем рекомендации об открытии коротких позиций по рынку акций, а также по производству финансовых инструментов на рынке акций. И здесь это некорректный вопрос. Я не Армагеддония, я не медведь. После просмотра ваших недавних брифингов нам захотелось узнать ваше мнение насчет того, какие акции будут в ближайшее время понижаться. На сегодняшний момент не по одной акции мы не видим раздачи, поэтому говорить о том, что в ближайшее время будет падение, мы не можем. Вот когда начнется раздача, тогда месяцев через 5-6-7, а может через 11, мы начнем говорить о том, что да, все, надо продавать, потому что будет серьезное падение. Но пока раздача не началась даже, поэтому говорить рано о том, что что-то будет падать вообще. Интересно ли будет в ближайшее время покупка таких дивидендных акций, как Ростелеком, Аэрофлот, Северсталь, Норильский Никель? Я не рекомендую покупать акции на дивиденды, ну и, как говорится, я вообще не играю в азартные игры с государством. То есть акции вы не покупаете? Я покупаю акции, но по другим причинам. Не потому, что в акциях выплачиваются какие-либо дивиденды. Я на это не смотрю и считаю, что если кто-то либо покупает акции исключительно на том, чтобы заработать на дивидендах, мне этот человек не очень интересен. Вы только что упомянули о том, что у вас есть свои причины, по которым вы покупаете акции. Можете рассказать нам о них несколько слов? Конечно, конечно же расскажу, по каким причинам я покупаю акции на платных наших встречах. Хорошо. И не менее актуальный вопрос. Как вы считаете, с чем связано аномальное укрепление рубля? Ну, рубль был недооценен, доллар переоценен. Все как обычно, все равновесие входит, приходит в конечном итоге. И почему же цены на нефть перестали расти? Потому что по данному страйку были большие продажи по опционам кол. Сейчас опционы в среду на следующей неделе истекут, и будем думать, что какое-то движение начнется. И последний вопрос. Дайте, пожалуйста, подписчикам нашего канала совет, куда им можно вложить свои сбережения, чтобы лучше сохранить их. Подписывайтесь на мое консультационное обслуживание, стоит недорого. Спасибо. И подписывайтесь на наш канал Верников 100. Спасибо. Спасибо. Спасибо.